стартовое начало страничка есть для технических так ее нужно так и теперь погнали где-то что а это а где сам файлик вот он лежит что что сам что страницы куда вписать один слева левая область это файловое дерево даталовая система да ты можешь на нее дважды клик мы его назовем индекс там но без разницы можно так оставить там есть кнопочка рано на по сути запустят apache и даст тебе ссылку именно на эту страничку ну чтобы было все классически верно как хочешь можно иметь так все теперь я все удаляю да все удаляю подожди вот смотри ты видишь здесь стайл на восьмой строчке начинается да вот если ты наведешь на пространство между цифрой 8 и первым символом ну вопрос что ты хочешь я бы не спешил удалять есть 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 вот я хочу собственно говоря ну тут у меня тоже прописан стиль ну то есть я наверное удалю вот это вот а ты знаешь что сделай отмена нажми ctrl-z и создай новый файлик да теперь сохрани его так ctrl-z просто? да вот назови его как нибудь индекс тоже занял индекс один например так фолдер остается прежний . html ну ладно теперь туда в дерево файлов его переименовать надо ты сейчас еще один файл сделай f2 или это html . есть ну так а можно здесь сделать покрупнее . можно . я правильно зашел . 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 Там вообще где-то был Увеличитель этого дела Ctrl-scroll попробуй А, нет, это целиком все увеличилось Ну ничего, так вам лучше видно? Да, и так было неплохо Не, мне было плохо Только сейчас лучше Интересно, погнали Утого Значит Это сайт, который будет Показывать Точки на карте У этих точек будут Рейтинги и отзыв И я сейчас Делаю для него стартовую страницу Где Сверху будут ссылочки Я не знаю, можем просмотреть сразу Нажми на кнопочку Run Прием без запач Что-то сделать Вот тебе ссылка снизу Правая кнопка мышки Нажми Вот это вот Да И Ой Не, не, не Именно на ссылку нажми Да, open Вот это Вот Ништяки Это название Его нужно оформить красивым шрифтом Может быть даже в какой-нибудь квадратик поместить Вот это вот наши ссылочки Тоже они здесь дальше будут тоже красивенько Вот Ништяки Это просто название на центр И Ну понятно, да? Я здесь сделал уже шапончик Что скажешь, Костик? Костик? Да, я думаю Вопрос Смотри Тут двумя можно путями пойти Да, мы можем долго Сейчас займемся дизайном А можем заняться функционалом В принципе, саму страницу можно сделать, чтобы она Была функциональной Нас сейчас интересует CSS Ага Или вас именно CSS интересует CSS именно интересует Да, именно оформление, верстка Какие есть То есть Какая логика работы То есть С чего начинать Какие есть То есть Я просто поначитывался Очень много информации По поводу там Селекторов В общем я процесс Поначитывал Поначитывал Но я только сегодня нашел какую-то статью Где я понял, что По сути дела Это работа со слоями Не знаю, верно это или нет Но вроде бы верно И то есть Получается, что HTML Вот этот вот Документ, который мы создаем Мы по сути дела Его благодаря этим CSS Можем разбить на блоковые слои Однострочные И оформлять их как угодно И располагать их как угодно И формировать свой дизайн Правильно? Ну, в общем-то да Что ты слышал про Bootstrap? Что-нибудь страшно Слышал Я знаком с DIV Селектором Короче, с тем, что можно применять Классы В классах можно там Ну, короче, к отдельным элементам Еще прописывать Какие-то там ТД Допустим, таблицы Я понял Смотри Есть такая штука Называется Twitter Bootstrap Это CSS Framework К чему он нужен И вообще К чему вообще все это CSS Framework Это то, что можно запускать Как страницу Нет, это то, что можно Любой объект Со скроллом прокручивать Это набор базовых стилей Которые помогают Решить проблему Адаптивности Называется Twitter Bootstrap Попробуем Пить по-русски Или там Ну вот Вот это вот, да? А, это урокинг Это какой-то сайт Это школа Вот Есть вот такая вот штука Это На русский язык Переведенный вариант Я не знаю Насколько он здесь Качественный Вот Оригинал, конечно На английском Вопрос у тебя Как с английским? Ну, плюс-минус У Лены получше Она общается Давайте попробуем Сразу в английский Окунуться Это будет сайт Вот там же В гугле Можно было написать Или Вот здесь, да Сотри И напиши GetPotstrap Там именно GetPotstrap Потому что Тут Bootstrap Занят Сайт Именно Вначале Здесь? Да Перед именем файла GetPotstrap Давай попробуем Да, все работает Вот Идея какая Что Вот эта вот штука Она позволяет Что делать? Давай мы Прокрутим Сначала Наверх Что Какие есть Возможности Вот там Есть CSS Например Во-первых Оно Скажем так Имеет Заготовки По разметке По так называемой Системе Сеток Да То есть Они позволяют Страницу Разделить На 12 Колонок Вот И ты можешь Исходя Базовая сетка Да Базовая сетка Исходя Из этого Ты можешь Делить Например Страницу На 4 Там Блока По 3 Там И так далее То есть 12 Она Делится И на 2 И на 3 Это Очень Удобно Круто Вот И у тебя Есть Возможность Достаточно До 12 Конечно Гибкость Я понял Ты такой Шаблон Набор Шаблонов Ну Прокрути Немножко Вниз Еще Ниже Ниже Там Где сетка Начнется Вот Здесь Началась Сетка Это Она Да И вот Она Вот Видишь Есть Есть Класс Вот Даже Ниже Пример Call MD1 Вот Это Класс Который Позволяет Занять Одну Колонку В Строке Вот И получается Что Там Есть Call MD8 И так Далее По количеству Строк Заготовлены Вот Эти Все Классы Они Позволяют Занимать Ровно То Количество Места Сколько Тебе Нужно И ты Можешь Грубо говоря Меняя Только Этот Класс Или Наследуя Его Например Используя В Лесе Потом Потом Вернемся К Короче Можно Менять Только Стиль Менять Компоновку И Кстати Заметь Вот Например Там Был Случай Чуть Вот Вот Это Вот Column Wrapping Как написано Здесь показано Что на самом деле Одна строка Она может длиться Буквально Бесконечно То есть Ну Можно целую страницу Сделать В одной строчке Но У тебя Сколько бы ты Колонок Туда не Устанавливал Они будут Помещаться Так Чтобы Не более 12 Позиции Вот Этих Единиц Они Умещались И все Остальное Будет Как бы Так Переваливаться Справа Вниз Вот И Еще Можно Управлять Тем Еще Можно Управлять Тем Как это Выглядит На Мобильных Платформах На Планшетах На Дальших Экранах И так Далее То есть Вот Например Есть вещь Если заметить Call XS9 И Call SM Например Это Вот SM Для Мобильных Телефонов Можно Сделать Сказать Что Например Какой-то Блок У нас Занимает Например Четыре Колонки На Мобильном Но На Например Декстопе Он занимает Там Всю строчку Например 12 колонок И так далее На чем На Декстопе Ты сказал На Декстопе Подключить Давай Это Сделаем Вот Но Как Только Мы Начнем Редактировать Лучше Будет Изучить Что Такое ЛС Прежде Чем Это Делать Потому Что Сам Bootstrap Он Написан На ЛС Прекомпилятор В CSS То Добавляет Те Возможности Которых В самом CSS Нет Они Немножко Хитрее Интереснее Прекомпилятор Да Я понимаю То есть Там Например Повляются Такие идеи Как Переменные Чтобы Не Изменять Кучу Стилей По Всему Файлу Стилей Проще Определить Одну Переменную И Грубо говоря Изменить Один цвет Например В одном Месте Этот цвет Везде Поменяется ЛС Это Позволяет Делать Что Делаем ЛС Я Предлагаю Сначала Скачать Познакомиться Без ЛС Потом Сласс Сделать Чтобы Уже Было Проще Интереснее Я так понимаю Это просто Таблица Смотри Это Сетка Дальше Там Идут Разделы Типография Таблицы Формы Кнопки Для Картинок Там Есть Очень Много Разных Вспомогательных Хищей Мобайл Табли Тест Короче Bootstrap Он По сути Позволяет Написать Одно Единственное Приложение Которое Будет Одинаково Качественно Работать На всех Размерах Экрана Вот Так Давай мы его сначала Скачаем Что нужно Чтобы скачать Чтобы скачать Это надо вернуться Самый Вверх С этой страницы Там Будет Getting Start Вот тут Они предлагают Что скачать Download Load source Нам не нужен Это если Мы его будем Менять Вот Если мы просто Пока попробуем А тут Есть Кстати Еще быстрее Вариант Мы можем Его Прокрутить Вниз Не скачивать Да А Просто Подключить В виде ссылочки Вот Видишь Они Прям Готовы Эти Да Так Секунду Я предлагаю Просто Видишь Там Есть Кнопочка Копи У этого Блока Да Все Вот это Просто скопируем И вставим Оставляется В стиль Нет Это Вставляется В Head Которого У тебя Почему-то Тут Нет Да Вот Сюда Только Тебе Нужно Теперь Все Что Должно Быть Это Title Мета И Style Тоже В Head Поместить Еще Мета И Ставил Вот Эти Да Нам Не Нужны Вот Эти Дорога Класс Ну Оставь Их Они Нам Пока Не Помешают Так Ставил Тоже Да Уже Конечно Лучше Только Давай Мы Вот Что Еще Сделаем Стой Вот Не Делай Там Есть Edit Меню Клод 9 Код Форматинг Код Форматинг Следующий Ты Прекущий Открыл И Вот Здесь HTML Выбери И Нажми На него Да Все Он Все За Тебя Уже Сделал Прекрасно Так Вот Мы Подключили Или Наш Сеточку Да Так Да Там Не Только Сеточка Там Много Всего Это Целый Фреймворк Вот Но Да Можно Начать Сеточки Что Нам Делать Будем Создаем Давай Мы Сначала Посмотрим Как У нас Страница После Того Что Мы Сейчас Сделали Выглядит Это Прямо Следующая Вкладка Хрома Она У Тебе Уже Все Включено Просто Перейти На Следующую Вкладку Хрома И Обновить Вот Тут Заметь Да Немножко Шифты Поменялись Уже И Уже Появились Вот Например Эти Всякие Штуки Давай Мы Сделаем Вот Например У тебя Там Три Ссылки Четыре Сверху Они Выглядят Уже Сейчас Совсем Не Очень Давай Мы Сделаем Менюшку Которое Предлагает Сделать Bootstrap Как Давай Зайдем На Сайт Bootstrap Это Вот Такой Фиолетовый На Тебе Так Я Лишнее Позакрываем Лишнее Так Все Вот И Что мы Делаем На Сайт Под Стrap Давай Зайдем Там Есть Пример Как Делать Менюшку Чтобы Она Сразу Была Крутая Вот На Секундочку Воды Возьму А то Сейчас Тоже Секундочку Это Секундочку спасибо я вернулся спасибо тут помимо самого css а до основных вещей там есть еще раздел в самом начале страницы компонент называется вот здесь есть справа такой который внутри да они встроены ты можешь просто выделить название класса и вставить его на в бар называется как на в бар вот такая вот штуковина вот прям возьми весь этот кусок кода тоже да вот такой вот скопируем прям весит кусок кода там была кнопочка тоже и прям ставь в перед началом боди у нас если после после то в общем начале этого тема и сохранить давай посмотрим что получится а вот панелька есть теперь ее можно заполнять тем чем хотите причем эта панелька будет вернее страницу попробую уменьшить размер экрана до например то нет именно сверни не на полный экран сделать у нас демонстрации экрана сломалась из-за того что закрылся вот так лучше появилась демонстрация экрана все сделано рабочий стол они на окно нам там кангаловцы есть выбор лучше выбирать весь экран то есть и случится что-то с окном то на все выключится так а теперь вы меня видите все порядке нет ты опять скорее всего выбрал канал или она не подгрузилась не знаю в общем сейчас мы видим соблайн а вот виден всем участникам говорит внимательно посмотри то есть ты не спеши там должен быть весь раз нет ни войны там первая кнопочка выше чем во весь экран без полноэкранный дойдет это а вот это самое первое видно да попробуй свернуть окно браузер только не промахнись теперь вот видишь что получилось теперь появилась эта кнопочка если нажать то что не происходит как а как это не происходит так ну-ка правой кнопкой мышки нажми посмотреть код там скорее всего что-то случилось с жава скриптом видишь там красненький кружочек такой маленький цифер коди может jQuery забыли подключить что jQuery забыли подключить ему для того чтобы эта кнопочка работала нужен jQuery я даже не знаю что это это фреймворк уже java скриптовый тоже достаточно универсальный а где нам здесь давайте зайдем на сайт jQuery пиши как слышится он тебе подскажет как это jQuery jQuery вот это она так да и здесь та же самая штука я здесь может тоже где-то скопировать ссылку на этот джаз скрипт вот есть даунлоуд а есть вот он да нам знаешь что нам только первая ссылка подойдет вторая не нужна вторая не нужна и вот пишем куда в самой перед вот у нас там подключается bootstrap minjs вот перед ним вот это вот это одиннадцатая строчка а а вот прямо сюда записать перед этим где-нибудь там где девятая строчка или перед десятой ну в общем да вот второй который migrate можно убрать вот 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 и она теперь будет работать так и на мобильных телефонов то есть только на мобильных ну и она сейчас работает да в любом случае будет работать на маленьком экране вот так просто другой режим отображения хорошо вот но тем не менее можно наполнить это все дело один раз да и вот я не туда зашел так это я вообще закрою чтобы у меня не отракал ага ну давай давай так и закрывайся так все и теперь ну да вот здесь можно вместо слова бренд сделать название а можем ли линк направо туда сбросить или это она таки будет сюда здесь слева да вот можем она я могу нефтяки в принципе вот и чтобы нефтяки было были вот занимали большое пространство 2 линка и drop down до ушло направо ну во первых там есть линке которые справа если заметить а эти можно просто ударить нужно просто понять как сделано так что они справа и вообще говоря все можно перетащить направо но это скорее всего будет видно в примере я так наизусть не скажу хорошо так что нам дальше делать нас поведешь ну вопрос сейчас в чем наверное что хотите вот собственно говоря вот такая штука сейчас покажу видишь но сейчас вроде как картинка зависла а еще раз заново именно про force force square вот это то есть ты хочешь именно вот такую штуку сделать ну да вот такого типа там больше ничего не надо ну то то есть сверху это самый поиск все и кнопка поиска так давай думать как это делать ну можно попробовать выделить на ли самым большого наш что здесь есть да здесь есть большой кусок был большой блок в центре вопрос что а что снизу вообще на странице нужно ли я хочу вот такой вот сверху похожую штуку и сумели сделать фончик и на нем поиск с этим самым и думаю что этого будет достаточно чтобы мы поняли как основной формировать основной стиль там ну то есть какие-то основные инструменты ну я же не специалист тебе виднее но просто тут это есть как бы два два кости сделаем так у тебя будет ты уже когда-то кому то что объяснял подобное ну конкретно ну конкретно вот с такой ситуации я например здесь честно говоря не знаю как решить прямо вот так сходу здесь есть две два возможных решения вот какой из них получше ну смотри вот я тебе покажу вот я взял вот эту страницу и почистил ее от их украшений вот она у меня эта страница ты ее видишь вот она то же самое только смотри нужна ли нам опять же карта да например на зонафоне да хотим ли мы там будет просто фоновый рисунок обычный а у тебя этот фоновый рисунок есть бэкграунд какой-то как-то ни в любой это не имеет значение сейчас я его потом поменяю мне главное чтобы прописать путь к какому-то файлу и все это раз и подожди а что тогда имеет значение имеет значение оформить вот эти блоки правильно понять как ну куда смотреть для того чтобы сделать все что угодно ну то есть понимать за что цепляться понимаешь и главное это понять структуру то есть как как вообще формировать этот самый то есть какие правила есть по созданию когда ты много создаешь стилей как их правильно формировать ну друг с другом чтобы не прописывать по несколько раз одно и то же в разных этих самых то есть свежие какие-то структуры уже наработано на оформлении я конечно не ожидал это тема она у меня скажет скажет гости ты не против давай мы так тебе максимально удобно но смотри есть вариант попробовать допустим подключить человека который действительно в этом разбирается да то есть например ивана глазунова или вам например наоборот попробовать вот с этого момента когда вы подключили jQuery вот сторон например позвонить ему вот потому что сверстка у меня честно говоря провала я очень редко этим занимаюсь сам а ну если ты его мог бы попросить для нас вот сейчас я попробую разбираться с этим вот с трапом уже гораздо проще чем то есть тоже инструмент который позволяет полностью собрать сайт вот ну в общем то да там есть примеры почти на все случаи жизни единственное что вот когда мы так так слышишь костика да 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 такой вопрос а есть такие же инструменты по регистрации пользоваться там сразу база данных создавалась сразу база данных создавалась нет можно метеор например подключить да опять же тоже изучить что это такое и можно база данных пользоваться метеор джейс метеор джейс да я просто этот опыт тоже но все что я знаю вряд ли смогу передать прям так вот тут тут вопрос все таки что вы хотите сделать по поводу страницы я понял вот можно например попробовать сделать это например каким-нибудь самым простым способом да да и покажет нам чтобы мы умели решать поставленные задачи вот я думаю что надо попробовать вернуться к bootstrap вот там скорее всего есть на одной странице там где-то видео именно данный сайт bootstrap варьболс немножечко не то так давай в самом начале страницы прокрутим книжки по-моему это было в первом разделе там где getting started давай прокрутим вниз в хорошем наверное да прежде чем чем-то пользоваться было вообще замечательно все это почитать но мы почитаем 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 вот смотри это уже готовое что это здесь есть готовые шаблончики да которые вот custom компании заткни вот этот вот кавер вот на это да я думаю вот это то что ты хотел да в принципе сюда пояс можно вписать да да давай мы посмотрим правой кнопкой мышки на эту всю штуку посмотреть исходный код что тут есть кавер css ну-ка открой кадр css да 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 ага они тут еще дополнительного всего по наделанию это много всего да ну как сказать конечно подход не сам лучше не использую но я уже могу с этим работать правильно а между тяжело потому вот если цвета находится то к чему относится глаз в принципе конечно с этим уже можно работать не музыка безусловно просто это не так просто и быстро как предыдущая модель давай еще раз внимательно посмотрим что они еще подключать кроме кавер css сам под стропа не подключает для интернет экспорера это можно не подключать где ты это видишь на 17 строчке 18 вот опять же там тоже под короче кроме кавер css здесь вот эти вот 17 18 строчка из 23 по 30 здесь очень много всего что нужно только для интернет экспорера судя по всему в принципе можно от этого наверное отказаться с одной стороны с другой стороны все таки интернет экспорер 8 9 еще пользуются люди не 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 это будет рассчитано в основном на эти самые обидные темы на эти самые можно этим же так ну давай тогда вот что сделаем вернемся на ту страницу с которой мы себя перешли это вот дай назад нажми кастом компонент о мне это что-то напоминает да 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 открой еще разок кавер чуть я не очень понимаю как можно ли это все дело скачать просто то есть запакованном архивчике или или они такой возможно не предоставляет чем можем вот здесь это скачать ну откройте я еще разок а посмотрел это фичерс еще фичерс 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 это не работает нет контакт даже не открывается а там эти стороны стоят решетка нету ссылки все они работают давай мы просто хромом это сделаем нажми на этот 3 как она называется это кнопочка меню этого хрома справа вот эта штука и чувствуешь дополнительные инструменты сохранить страницу как вот этот нет нет не спеши веб страницы полностью дай папку отдельную назови как нибудь по английски кавер например все идет так и тип файл смотри что там еще есть какие варианты давай веб страница полностью тогда мы теперь проверим что локально она выглядит так же давай проверим в этой папке что она выглядит так же что если я открыть из папки что она будет выглядеть так же так она выглядит так же давай мы все это дело теперь в cloud9 закрутим ну вот целиком прям всю папку в cloud9 закрутим а можно драг дропа можно драг дроп понял а здесь как здесь нет здесь не через файл файл здесь upload local files выбрать папку выбрать папку выбрать папку все загрузилось вот это пленчик этом да спросишь я наверно ничего не расскажу но сейчас я все понимаю да ну давай перемену его что по покороче называлась сам сам файл папку пока оставим как есть теперь мы это в принципе все дело можем открыть в принципе попробуй здесь просто ран нажать в принципе попробуй здесь просто ран нажать он скорее всего это антипросок нажимать ее да вот она здесь теперь можно это все изменять так снимаем все для а вот стоп 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 а что это за скрипты вот эта штука ну вот здесь видишь есть комментарии перед этим всем дьяволом по-английски написано для чего это а это все для e8 да это не надо я предлагаю это убрать да вот это вот just for debugging process и e9 то есть для e9 только правильно и следующее тоже не нужно до 23 строчки вот так все можно так вот это нужно cover это аши исправление к windows 8 это тоже выбираем почему потому что но интернет экспорт 10 а это есть интернет экспорт он любит скажем так портить всегда жизнь что нужно нацепить для него не писал на м м м он уже успел погибнуть недавно в девяносках живой еще зацепил я вот первая своей странице писал справки в м м м м автор тискрипшин а это иконки еще там будет подключено но он типа передачи же иконку с асс путь страны удобным прокурателем в самый верх м вот этот сейф тоже можно убрать хотя конечно комментарии то не никак не влияет м м м м м м да пусть останется это тоже для е чтобы использовался если есть возможность м м интернет экспорера больше нету в десятом виндовсе есть браузер edge ну афан замена ему но так ну все тут можно оставить это все с хедом все понятно м так дальше класс пошло писать вот а и так и всем этим элементом он я вас и документ со качеством от феста как это скрипты остаются включенными правильно это вот это да так этому убиваем убирать так и вот пошел а зачем а че ты последний убрать показать так это быстрее это эти артами тасты пусть будет ну просто говорится о том что так понятно ну ладно хочешь удалить так проще не ну он просто будет так а теперь вопрос так ну вот так вот ну а классы прямо засовывали зачем знаешь я тебе не отвечу да скорее всего знает только тот кто это делал хорошо скорее всего ответ на этот вопрос лежит в папочке вот эти файлики cover css и вот эти все стили они делают вот эту самую мистику которая решает проблему которая обычно не решаем в html это центрировать это все по центру экрана качественно хотя могли это конечно сделать позицию в абсолют но ладно в общем один из одной из рабочих решений дальше здесь есть панелька навигации если ты заметишь с вот этими кнопочками где это внизу ну вот home да features и контакт например а вот ты видел так у нас здесь будет вход и зарегистрироваться но то что активно это тебя как бы главная страница просто можно назвать главная там например активный элемент что ты здесь вот именно да когда откроешь сайт сразу первым будет оно то есть скорее всего это будет называться главным то а вот здесь уже можно вход регистрации так теперь с этим ясно теперь хотелось бы это сделать с еще другим цветом возможно выделить этот блок не знаю как это сделать вот 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 так этот бачок он уже как то наверняка как то выберем или сделать его вазерном здесь мы всегда можем конечно сделать по варварски как считает Иван например да то есть просто взять и взять вот этот cover css да и поменять там этот цвет на чего нибудь вот лучше конечно в css мне кажется не сразу не бежать да лучше нет на странице сначала поэкспериментировать открой саму страницу правой кнопкой мышки нажми посмотреть код самый нет не этот внешний вот теперь тут видишь здесь вообще есть целая лаборатория для того чтобы можно было делать все что угодно с этой страницы инструмент разработчика так называемый вот там есть такая вот штучка слева сверху слева сверху слева сверху вот это да она если нажмешь она тебе позволяет увидеть какой элемент за что отвечает круто и соответственно если на него при этом еще нажмешь но ты сбросил да нажми например он тебе показывает где оно в разметке класс и на ну это это скорее всего они не совсем то что нам нужно сюда зайти вопрос еще наверное в том что лучше понять наверное сначала что именно ты хочешь поменять вот этот вот свет за ништяками я хочу сделать вот вот смотри посмотри там там есть элемент нав внутри инера то есть дева который складно с классами попробуй у нее посмотреть он какую оба занимает если человек вот он идет ну а если на нав выделить именно на нав навести что будет он какой-то такой а 0 пикселя интересно где ты видишь 0 пикселя а вот этот 820 на 0 а с типом тоже блочный какой-то элемент почему-то высоту 0 пикселя интересно как это сделано ну а давай попробуем у инера например поменять background color для этого мы на него нажмем и так дальше что у нас есть мы уже как бы тут как это где-то где-то вот это вот область да она позволяет редактировать стиле нажми на properties вот эту вкладку немножко не то тогда оставь тогда ставил столько бодиколор бодиколор это подожди это прямо для инера вот именно бодиколор все дела здесь написано все что относится то есть все те стили которые касаются именно этого элемента а перечеркнуто это что их действие было отменено другими стилями перекрыто а а бодстрапе было некоторое определение этого да и на вере по моему это переводительском этом самом классе могло быть определено но для внутреннего это сам могло быть описано и заменено ну там скорее не родительские а первый файл второй файл да тот файл который вторым подключается он может перекрывать я понял так так бокс с ну давай найдем здесь что-нибудь что связано с бэкграунд колором ну вот не вижу видит здесь его он видимо бэкграунд колор вообще идет общий по всей этой странице надо его сюда добавить ну подожди мы можем здесь еще есть такая вещь элемент точка стайл мы прямо можем этого элемента в целях эксперимента прописать а там есть элементы точка стайл и скобочки открыты вот такую вот я хочу вот это вот вот не просто чтобы а вот когда ты вот а вот там я хочу мастер хэд да мастер хэд мастер хэд экспериментируем так а давай самый верх прокрутим так крошечка вот там ты убегаешь да вот есть элемент точка стайл давай попробуем сюда просто по краудков прописать вот сюда дополнительно да прям пиши бэкграунд колор нажимай ага ага новый суд я предлагаю сначала это увидеть да потому что поменять то можно будет так что что такое пограун коллаб да ой а куда он исчез ну попробуй еще раз там видимо какая то хитрость надо либо тап нажать либо еще что то если тап нажать что будет вот здесь он тебе предлагает заготовленные а это проверить не видно нельзя узнать а это можно перебирать а а класс классно ну в общем это будет работать то есть грубо говоря если мы возьмем теперь открой клауд 9 вот открой теперь кавер css который слева ну грубо говоря в чем была штука мы увидели какой элемент за что отвечает попробовали поменять фон поняли что это мастер хэд нам нужен теперь здесь ctrl f нажми или просто вот панелька у тебя да мастер хэд набери мастер хэд навык или что там попробуй найти именно мастер хэд есть такая штука здесь или нет как дальше искать да вот здесь есть стрелочки есть мастер хэд знала вот он маст хэд назывался или мастер и что то сейчас мы проверим называется он маст хэд маст хэд clearfix маст хэд clearfix говорится здесь дважды нажмешь сможешь копировать супер на 3 немножко переборщил можно было выделить ну а тут такого ул как улучшить классный уход в киосе и в год потому что два класса они будут встречаться в таком виде в цель сессии ты скопировал именно два класса я тебе говорю об этом подожди что 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 ты хочешь просто слово креотекс нужно стереть это не один класс это два класса да два отдельных класса они так и как они работают они применяются оба если они написаны через пробел но вот их может быть тут 10 20 30 да они все применятся такие куда нам на а это применяется первым от примерца вторым правильно нам как бы здесь в принципе нам не важно а мы послужили дима скат чистый без ничего мы можем даже в ней ввести новый класс до который нам захочется любое название потом от да и вон не раз повторяется а вот это что такое собака медиа ладно давай давай так по-быстрому эту штуку решим и наверное на сегодня раз попробуем это закончить потому что уже у меня не получится продолжать вот сюда прописывать что это сейчас секунду а позже я рекомендую созвониться не только со мной еще и с иваном наживайте потому что то что вот я сейчас говорю она в принципе работать будет но скорее всего это не у не лучший подход прокрути до конца этого файла вот поставь курсор на 164 строчку последний вот сделал кондиотства там ну просто интернажми вот напиши . маст хэд буквку а там у нас через свои ну там он был через а да поэтому здесь надо соблюдать чтобы каждая буква совпадала иначе это будет не будет здесь надо быть очень аккуратно и скобочки enter можно сделать и закрывающую скобочку она жить теперь бэкграунд начни писать он тебе скорее всего подскажет и стрелочкой вниз можно было не курсором с клавиатуры тоже можно выбирать попробуй стрелками и enter или так или пробел что угодно вот теперь двоеточие пробел да и можно любой цвет например цвета ты знаешь как в цепи создаются решетку либо через решетку либо через решетку либо через rgb либо там очень много вариантов либо просто по названию цветов есть есть там 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 вот 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 этот зеленый вот вот скопировали вот с решеточка вот 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 ну например так да я предлагаю на этом закончить вот на сегодня вот 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 да дальше тут можно много чего делать но я грубо говоря рекомендую сконцентрироваться именно на вот этом инструменте который в браузер хром строим да вот это средство разработчика там уже много всяких штучек которые можно сделать хорошо не будем тебя отвлекать давай вот и почитайте про bootstrap по jQuery и прочие вот эти вещи которые мы сегодня затрагали потому что про метеор кстати тоже посмотрите потому что все это потом можно использовать для того чтобы уже делать все что вам только заблагорассуете то есть любая фантазия она реальная для реализации спасибо пока Пока.